Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда 19.30 и я вот уже в течение четырех лет без смены ведущей программы «Один из нас» объявляю завершающий выпуск программы «Один из нас». И хотелось бы в первую очередь поблагодарить всех тех людей, которые не боялись, не стеснялись, не комплексовали каким-то образом выговаривать свои мысли, свои рассуждения по поводу чего-либо. Я бесконечно, конечно, благодарен основным спикерам нашей программы. Программа выстраивалась как некий дайджест мнений, которые звучат в интернете, и это дело мы публиковали на большом СМИ, но, как говорит Алексей Васильев, ньюсмейкеры, те, которые перестали, они уже сами владеют аудиторией, им для этого не нужны СМИ. Возможно, он в чем-то прав. И тема на завершающий выпуск выбрана не случайно. Мы этим летом вступаем в трехгодичный выборный цикл. Мы этой осенью будем избирать мэра нашего города. Следующий год ознаменуется выборами президента России и депутатского законодательного собрания, государственного собрания республики. И, возможно, в 2019 году наступит очередь главных выборов регионе. И, конечно же, в связи с этим будет очень много различного рода высказываний, анонимного, как они думают, плана, которым те или иные стороны будут оперировать в ходе вот этих агитационных кампаний. Анонимность в интернете. Вот такую вот тему я выбрал для завершающей программы «Один из нас». Мы начинаем. И так получилось, что еще раз говорю с моими друзьями. Я многих здесь присутствующих могу назвать своими друзьями. Фейсбук ли френдов, пожизнили знакомых. И все-таки остановлюсь на том, что интернетизация достигла не то что угрожающих масштабов. Наверное, хорошо, когда холодильник управляется через интернет. Я лично управляю котлом через интернет, поддерживаю температуру в доме. И вообще, как явление, интернет – это очень хорошо. Возможно, есть спорные моменты в том, что какие люди примыкают к этим технологиям. Но давайте начнем с обращения к Николаю Гришаеву, первым заместителем министра связи и информационных технологий Республики Саха. Масштабы интернетизации Республики. Регулярно отчитываемся. Ввели такую-то волст, ввели такую-то ветку и так далее. На самом деле, охваченность населения Республики интернетом какова она? На сегодняшний момент у нас более 99% жителей Республики могут воспользоваться доступом в сеть интернет. Это через тех операторов, которые уже постоянно действуют на территории и закрепились на этом рынке. При этом, если исходить из соцопросов, то 82, где-то более 80% у нас являются постоянными пользователями интернета в Республике Саха-Якутия. Данная статистика даже чуть выше, чем средняя по России, где данная цифра составляет порядка 76%. Это по итогам начала 2017 года. А что они делают там в интернете? Я понимаю, покупают одежду, переписывают с своими знакомыми, различного рода мессенджеры. В первую очередь, конечно, сеть интернет позволила людям оперативно общаться, придавать какую-то информацию, получать новости. Особенно при нашей большой территории, при нашей малочисленности населенных пунктов. Тем не менее, значит, наши жители действительно уже имеют возможность заказывать какие-то товары, какие-то услуги через интернет. Пользоваться госуслугами. Совершенно верно. Это создано для того, чтобы люди могли заниматься больше какими-то другими вещами, при этом свой рабочий день, свой выходной провести в семье. То есть для оптимизации каких-то рабочих процессов, каких-то там повседневных вещей, да, то есть то же самое оплатить кредит. То есть уже сейчас, в принципе, не нужно стоять там в очереди в кассе, это можно сделать в режиме онлайн посредством доступа. 99 процентов, наверное, не меньше 90 процентов, наверное, так и поступает, да. Ну, хорошо, есть у нас, скажем так, вот те цифры статистики, которые вы опережете, это нормально, 99 процентов там и так далее, и так далее. Власть в Ирдыле, которую миру некоторые называют самарашблаз, да, можно двояко воспринимать, как власть говорящая, хотя он, да, вроде бы органам исполнительной власти сейчас причастен, но человек молодой. Как ты, ну, субъективно оцениваешь состояние интернетизации сельских районов особенно? Вообще, я, получается, выражение Статинского улуса, села Черкёв. Первый мой выход в интернет состоялся, когда мне от рода было 18 лет. И была мотивация выхода в интернет, потому что появилась первая социальная сеть, удобная, как раз платформенная интерфейс для удаленного общения между людьми. И, получается, 9 лет тому назад началась новая эпоха и окончание той оффлайнового периода молодости вообще. Сейчас, получается, не исходя от географического положения, все, получается, и провинциалы, и местные, имея сейчас доступ в интернет, они показывают и рекламируют самого себя в таком формате, в котором им удобно себя показать. То есть мир превращается в большую деревню, да? То есть, неважно, где я нахожусь, там, Портланде или в Саскалахе, неважно. Географическое положение сейчас не имеет никакого ограничения, никакого значения. Важнее всего вот та ментальность и вот те идеи, которые сидят у человека. Я так понимаю, да? Да. Хорошо. Я проапеллирую к своим друзьям. Вот у нас есть общий знакомый, писатель Егор Карпов. Ну, назовем его писателем. Он полноценный писатель Егор Карпов. Мы его называем Айопани. Он похож на буддийского башка. Лысый такой. И он допустил замечательную фразу. Настолько... Такую безжалостную фразу. Настолько дремучая масса получили возможность стать ньюсмейкерами с появлением вот этих мессенджеров и так далее, что поражаешься, да? Это к хорошему или это к плохому? С одной стороны, еще раз говорю, пенсионерка из Татинского или Чуропчинского, или Анабарского, или Улуса, если она общается с себя, с своими ровесниками и так далее, и так далее, социализируется. В этом ничего плохого нет. С другой стороны, у них же нет определенного вот этих... Ладно, вот мы с Николаем Викторовичем знаем, что такое нетикет, да? Еще с 90-х годов есть определенные правила вот сетевого существования и так далее, которые должны соблюдаться. У них вот этих фильтров нет, вот этих барьеров нет. Они пишут все, что угодно. Я не знаю, вот свобода слова, это у них, у бабушек, у пенсионеров. Вот давайте, друзья, вот как вы прокомментируете вот высказывание нашего общего друга О.Е. Карпова? Давайте я начну. Да, да. Да. Как будучи бывший модератор Саха Интернета, и которому всем знакомого, да, значит, было время, когда все были под серыми никами, тогда не было тогда регистрации, да, но потом ввели регистрацию, и люди, которые хотели, они могли регистрироваться и ники. У меня, допустим, значит, висит моя фотография реальная, да, то есть многие люди знают, где я, кто я, где я работаю и так далее. Но тут есть две стороны медали, как я могу сказать, что, значит, по поводу анонимности в интернете. Одна сторона, как я буквально недавно читала в интернете мнение некого представителя РПЦ, то есть церкви, да, о том, что анонимность он сравнивает в интернете прямо чуть ли не, значит, глазами, руками сатаны, да, то есть такое сравнение некое есть, да, что вот. И другая сторона, что буквально сегодня я тоже в Фейсбуке читала, что, значит, скорость интернета настолько, допустим, в Амиконском улусе может быть немножко, значит, хуже, да, что они не могут регистрироваться и так далее, поэтому им удобно иногда писать под серыми никами. Но, опять же, тут дело каждого, значит, гражданина, человека, обывателя, да, значит, да, но не все, конечно, понимают некие рамки, как ты сказал, этические, да, и не соблюдают их. И я, будучи модератором, и до сих пор даже прекратив вот эти, сложив все эти полномочия общественного модератора, да, то я испытываю даже некое преследование со стороны серых, да, которые до сих пор пишут как бы негативные, то есть на все мои топы могут быть как бы, да, негативные высказания. Поэтому лично мое мнение, я против анонимности в интернете, но мне кажется, никогда провайдер, например, грубо говоря, в кавычках, да, ну не в кавычках, Саха интернет, даже возьмем пример, никогда не пойдет на это, потому что в этом состоит как бы некая финансовая монетизация. 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 Власий привел пример, он так восхитился открытыми социальными сетями, где человек, я есть Дмитрий Аргунов, и я говорю от своего имени, да, или может говорить там некий ник, который знает, что это журналист Дмитрий Аргунов, да. Но вот есть си человек, есть островок такой, и к этой точке рука, который зиждется на так называемом бэкбоне. Это был тогда внутренний такой интернет в условиях информационной изолированности. Мы здесь похожи на этих, в фильмах же показывают эти, анонимные алкоголики. Да, 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 да. Меня зовут Алексей, я в интернете с 1996 года, как вы приобщились к этой зависимости? Я расскажу свою историю. Как тебя анонимизировали? Нет, нет, я вначале пришел на форумы ИКТ, стал писать. Пишу, пишу, меня вообще никто не комментирует. Все мои посты уходят вниз, и вообще никому не интересно. Дорогие друзья, подскажите, где в городе Якутске купить носки? Вообще молчание, игнор, все. Тогда я стал всех провоцировать. Пишу, вы козлы, там, что-нибудь там. И сразу куча комментариев, там, движения. Я чувствую, что кровь бурлит, реакция, да. Мне хочется же из интернета получить отклик. Вот я прекрасно понимаю этих старушек, которые сидят у себя в деревне, что-то ватсапе пишут, а ей никто не отвечает. Потому что она пишет позитив. У меня женщина... Недавно за какие-то порнографические, там, картинки судили. Вот она хотела впечатлить, там, кого-нибудь в группе, там, еще что-нибудь. Кстати, при обладачи новости, они именно негативного характера, да, которые туда висят прямо... Я дальше расскажу про свою эволюцию. Ну вот, хотелось потролить и получить этот... Но потом комментариев становилось больше и больше, подписчиков становилось больше. И мне уже стало неинтересно просто так вот собирать внимание людей. Я захотел собирать с них деньги. Ну, я запросил службу доставки, вторую службу доставки, третью службу доставки. И теперь я собираю с людей деньги, да. Я собирал, собирал деньги, и мне стало мало их собирать в Якутске. Я теперь их хочу собирать по всей России. Я думаю, что это эволюционный путь человека. Я 20 лет в интернете, но вот за 20 лет вот таков мой итог. А человек, у которого в отца появился буквально 3 года назад, надо к нему с пониманием отнестись в том плане, что вот он в начале этой дороги, в начале этого пути, он еще не знает, как взаимодействовать, как механизмы работают. И мне кажется, вот уважаемому министерству надо учить людей как-то это, использовать интернет для пользы практически, деньги зарабатывать, облегчить себе жизнь, показывать им маршруты, по которым можно двигаться. Потому что когда людей оставляешь вот так на самотек, они, конечно, могут упасть в деструктивные какие-то. Но при этом есть отдельная категория людей, которые конкретно занимаются вот тем же самым, что во время войны фашисты разбрасывали же там листовки советской территории. Типа сдавайся там, бросай штык, переходи, в концлагере вкусно кормят там. Вот это вот. Занимались вот этой вот вражеской пропагандой. То есть ты говоришь, что пятая колонна есть, да? Ну, это те же самые технологии, которые во время войны, я говорю, вот эти листовки фашисты разбрасывали. Точно этот отдел не закрывался, он продолжает работать еще больше, еще успешнее против России. Может быть и мы тоже там где-то что-то разбрасываем, не знаю. Да, но к нам явно это забрасывает. Я вот за 20 лет навидался этих людей, и это совсем другая категория. К сожалению, простые вот эти вот наивные наши пользователи, вот эти, как это, неофиты, да. Они не умеют пока отличать вот эти вбросы белого, черного. Они иногда это принимают за чистую монету, начинают это репостить в заговоре евреев, там, масоны, там, еще что-то вот это вот. Ну, короче, все вот это будет. Вот как-то так, думаю. Алексей, а как ты думаешь, вот мы говорим о объявлении ЕКТ.ру, да? Еще раз говорю, оно основывается на том внутреннем интернетеле, интро-нетеле, этернетеле, не знаю, на какой разновидности сети она существовала, но она существует. И зачастую наши оппоненты, которые говорят, мы полноценные вот СМИ, которые, вернее, не зарегистрированы как СМИ, но мы выполняем все эти функции, которые присущи СМИ. Хорошо. У нас куча пользователей, там, которые, 99% которых анонимны, и они высказывают общественное мнение. Вот написано на заборе слово из трех букв. Это что, тоже общественное мнение получается? Я, конечно, не по адресу, да? Тут первый заместитель министра связи, тут блогера, тут представители силовой структуры. Я к ним, кстати, чуть попозже насчет механизмов и прочего обращаюсь. Но еще раз говорю, вот анонимные комментарии на тех же новостях, где там 30 тысяч, 45 тысяч, 120 тысяч просмотров, это является ли общественным мнением? Или люди там просто пару выпускают? Скорее второе. Люди там пару выпускают. Негатив выпускают. Я вообще, как, ЕКТ узнал о существовании сайта, ну как, приехал с деревни, получается, в 2006 году, да? И мне что-то мне понравилось, анонимность. Анонимность, она похожа на изменение в полной темноте человека. Тебя бьют, но ты их не видишь. И это дает им какую-то абсолютную неответственность за идею, короче. И вообще мне как бы не нравятся порталы, где существует анонимность, там всегда хайп. Ну не то чтобы хайп, там всегда негатив. Она по большей части, да, весь контент там только на этом держится. Я лично, я лично против вот такого способа передачи своих мыслей. То есть качество контента, которое основывается на хайпе, оно разы ниже, чем, скажем так, не анонимные источники, да? Ну в общем, я ответил так, что я против анонимности. Это нечестно. Это нечестно? Это как ударить человека сбоку. Это нечестно. Это несправедливо. В свое время я почему ушла из ЕКТ? Ну не вообще ушла, получается, да? Но практически я сейчас перешла в социальную сеть Facebook. Она более мне нравится открытостью, лояльностью. О том, что там люди сидят под своими именами. Я могу френдить тех людей, я не буду френдить человека, у которого на аватарке изображена собачка, и неизвестно, кто мистер Икс, да? То есть я конкретно, значит, принимаю в друзья тех людей, которых или знаю, или хочу узнать. То есть открытость. И люди пишут как бы свое мнение. Поэтому как бы, значит, могу объяснить, почему я выбрала именно этот контент. Но на ЕКТ я все равно периодически заглядываю, потому что… Конечно, это наше родное. Это наше родное, да. Да, это абсолютно такое домашнее явление. Да, время от времени пишу. Но вот те же, опять же, анонимик, которые, ну не знаю, вот я абсолютно согласна с Власием, что вот эта безнаказанность, оно им дает действительно некое право, да? Некое право оскорблять, некое право сидя. Я не знаю, кто за этим ником скрывается абсолютно. Мужчина, женщина, сколько лет и так далее, да? Есть ники, которые открытые, как, допустим, я знаю, что вот за этим ником сидит Алексей Васильев, да? Но, опять же, вот те люди, это им дает некое вот такое право. Значит, и высказывать экстремистские какие-то высказывания, и высказывать личностные оскорбления. Ну, тут хотелось бы отметить, что действительно есть такая кнопочка, где можно пожаловаться, да? И вот до сегодняшнего дня я, к сожалению, пользуюсь этой кнопочкой. Это означает, что, значит, админы удаляют те сообщения оскорбляющие, если они нарушают правила саха интернета. То есть, но это тоже и означает то, что есть такие люди, которые часто нарушают... Насколько размыты эти правила? Ты знаешь кухню изнутри, ты... Ну, опять же, значит, есть как бы две когорты, да? Есть те люди, которым платят за это деньги, это работники саха интернета, админы, да? Есть общественные модераторы, которые могут как бы уже на собственное усмотрение, но им даны права. Они, значит, не должны круглосуточно там сидеть, у них своя, может быть, работа, как у меня несколько лет назад была, да? Но я могла действительно по своему усмотрению, значит, отличать флот, флейм, то есть, да? И удалять как бы сообщения некоторых как бы людей, которых я посчитала, что это нарушение правил. Поэтому тут палка тоже о двух концах может быть. О двух концах. Хорошо. Через несколько секунд начнется рекламная пауза, и после рекламной паузы я бы все-таки перешел бы ко второй части, где рассмотрел бы плюсы деанонимизации. То есть вот есть явление, когда я абсолютно скрываюсь, хотя никогда не было такого, что ЕКТ было полностью анонимно. Я помню, Олега, моего друга, к которому пришли, за какие-то оскорбительные высказывания просто настучали по репе, да? Таких случаев было всегда, начиная с 90-х годов и заканчивая. То есть если тогда уже было абсолютно неанонимно, что уж говорить сейчас про 10-е годы после рекламы? Вторая часть нашей программы, в которой мы говорим, глобально говорим об анонимности, о кажущейся или реальной анонимности в интернете. После одного из выпусков программы «Один из нас», Алексей, посмотри мне в глаза, руководитель того же ЕКТ.ру взял тебя, деанонимизировал, без твоего на это согласия. Да. Ты помнишь эту историю? Да. Очень некрасиво было. Ну, давай мы оценку, скажем, опустим, да? До и после деанонимизации, вот чуть ли не каминал. Ну, это просто сломало мне жизнь, я считаю. Я был нормальным человеком. Анонимным? Да, анонимным, да. Никого не трогал. Потом ко мне все стали приставать, звать на передачи, предлагать деньги, называть блогерами и тому подобное. Да. И говорить, давай организуй службу доставки и так далее. Да, 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 да. То есть, как качество изменилось? Я там хорошо жил раньше. Сейчас я не могу ни выпить, ни покурить, ни ничего вообще. Везде под камерами? Да. Очень тяжело. Ну, как ты думаешь, есть ли тут этическая грань того, что вот берут и просто раскрывают человека? Я же, в принципе, тоже могу сейчас раскрыть пару-тройку ЕКТ-шных книг. Могу. Но я не должен этого делать. Не должен, потому что человек обратится... Не, ну, вот я смотрю свои старые анонимные записи, да, и нигде в них я не вижу никаких ни оскорблений, ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я их иногда вытаскиваю, цитирую и как бы... Доказывают свою правоту. А есть люди, которые целенаправленно занимаются клеветой. А клевета же это преступление уголовное. И я думаю, что анонимы-то это вот те люди, которые близкие, друзья, знакомые, сослуживцы, коллеги. Они же пишут, потому что они не хотят, чтобы этот человек их узнал. То есть это очень где-то... Если про вас какие-то анонимы пишут гадости, ищите в самом ближнем своем окружении. Они где-то там у вас, за спиной, вот очень близко находятся к вам. У них есть мотив. То есть, в принципе, как и убийство, наверное, это тоже можно... Информационное убийство тоже можно, кстати, вычислить в том плане, что кому это было выгодно и так далее. И сделать соответствующий выбор. Я этим никогда не занимался клеветой. И поэтому, конечно, я от анонимизации... Ко мне никто не пришел и морду не дал, не сказал, что вот ты про меня писал в каком-то году, там что-то такое. Потому что я писал очень жесткие вещи про разных людей, но я это им скажу и в глаза. Экстремизмом ты... Нет, нет, потому что клевета отличается от жесткой правды тем, что клевета это ложь. Я, например, скажу, что вот Николай украл деньги, например. Это клевета. За это морду бьют. А если я скажу, что там, ну не знаю, там, мне не нравятся твои ботинки, то это как бы мое субъективное мнение, и я имею право его высказать и публично, и не публично, там еще что-то. Поэтому это разные вещи. Культуролог Джо. Обратимся к молчаливым мужчинам, которые по правую руку от меня сидят, представители Центра противодействия экстремизма. Еще раз говорю, статью за экстремизмом еще никто не отменял. И вот та, скажем, кажущаяся вседозволенность, связанная с возможной анонимностью, насколько она реальна? То есть есть ли анонимность в интернете как таковая вообще с точки зрения профессионала? Здравствуйте всем. Ну, хочется сказать, что мы маленько с другими анонимными вот этими пользователями сталкиваемся. Те, которые направлены действия вот этих вот пользователей, чтобы дестабилизировать межнациональную обстановку в республике, скажем. Вот. И мы, естественно, начинаем работать по установлению данных лиц и привлечению их к ответственности. То, что человек, пользователь считает, что он анонимно вышел в интернет под серыми никами, под обховщиками, ну, их много, да, на самом деле, сейчас все не перечислишь и неохота рекламу давать этому. Вот. Он думает, что он невидим. Ну, я могу даже маленькую практику нашу показать, рассказать с нашей службы, то, что человек выходил полтора года, будучи уроженцем нашей республики, полтора года выходил в интернет на протяжении практически каждого месяца выбрасывал такие темы, качающие вот эту межнациональную лодку, скажем, да. А сам находился при этом уже 10 лет за пределами республики. И он нам делал, как бы, именно конкретно нам писал в центр, что вы меня не найдете, я знаю, как вас обмануть. То есть, как обойти эту всю ситуацию, чтобы по установлению данного пользователя. Но он ошибался. Конечно, чуть-чуть больше времени у нас затратилось на его установление. Мы его, конечно, установили, и силами уже того центра, на котором он проживал, был привлечен уголовная ответственность. Это Красноярский случай? Красноярский случай, да, правильно. Вот. Ну и поэтому я вот пользуюсь случаем, да, хочу сказать, что те вот, которые люди боятся, что мы там залазим, пытаемся влезть в личную жизнь, да, и мы это не делаем. Мы работаем чисто непосредственно на стабильность оперативной нашей обстановки. То есть, если состав преступления, работай. Да, то есть, если человек в мирных целях использует интернет, то пусть использует, как говорится, он нам неинтересен. А тот человек, который уже занимается непосредственно преступлением, а также у нас еще есть право нарушения административного кодекса, то мы уже работаем согласно федеральных законов. Закон, что дышло, да, то есть, сюда поверни закон, направо посмотреть закон. На самом деле, вся наша жизнь настолько зарегламентирована, еще раз говорю, я мог бы назвать вот эти 2, 3, 4, 5, 6, 10 ников, да, подвергнуть их к этой чуть ли не тотальной деанонимизации. Ну, скажем так, потому что я сижу там лет 15 и, в принципе, кое-что знаю. Но еще раз говорю, я этого делать не буду, поскольку на СМИ, как навещателя, пойдет соответствующая ответственность за разглашение персональных данных, которые, зачем нам вот эти все неприятности и так далее. Скажите, а вообще ситуация, которая, интернет, как механизм, вот как вы говорите, дестабилизации ситуации, он насколько широко применяется? Мы понимаем, что цветные революции делаются там в твиттерах, фейсбуках и так далее, да? Ну, вот у нас какие наиболее острые точки? Я, опять же, возьму нашу практику, нашего центра, да, работы центра, вот все возбуждены уголовные дела, касаемые экстремизма, то есть 282-я, они все практически, не практически, а все были выявлены в сети интернет. То есть, возбуждены в отношении пользователей интернета. Поэтому, вот как бы, вот мой ответ. 100%? Ну, не 100%, но 95% используется интернет, площадка для возбуждения межнациональной розни. То есть, ЦПЭ не бегает за теми людьми, которые расклеивают какие-то там листовочки? Таких пока нету. Мы работаем на упреждение, умеем работать на упреждение. Естественно, у нас центр, мы тоже поймите правильно, мы не работаем в сети интернет, мы пришли на работу и сели за интернет. У нас направлений очень много. Религиозный экстремизм, молодежный экстремизм, и в том числе, в том числе уже интернет. То есть, это отдельное направление, где работают отдельные сотрудники, закрепленные за данной линией работы. Молодежный экстремизм, это что особо подразумевает? Вообще страшно, когда речь касается молодежи, да, власти тоже, наверное, поддерживают. Страшно, когда речь касается будущего нашей страны, да, и некие деструктивные, скажем так, силы или начинания, или идеи, они касаются конкретно молодежи, молодого поколения. Но молодежный экстремизм, что это такое? Это пример какой можно привести? Ну, обыкновенная, допустим, примитивность, скинхеды. Как будто, ну, по России их много, да, скинхеды. Те группы молодежи, которые, так сказать, по национальному признаку собираются, те же болельщики, допустим, вот, футбольные фанаты. Вот, это тоже экстремистское направление. Ну, надеюсь, у нас это исключено. Ну, у нас, да, у нас это в этом не зарегистрировано ни одна, не то, что не зарегистрировано, ее и не дадут зарегистрировать. То есть она не выявлена, ни одна молодежная организация и деструктивного толка такого вот направления тоже не выявлено нами. То есть мы работаем в этом направлении, но я могу сказать, что работа проводится очень плотная. Проводятся и лекции, и в молодежной, и в студенческой среде, и в целом молодежь как бы нас знает и знает, что такое Центр по противодействию экстремизму. Мы не пугаем, мы просто разъясняем, вот вы же говорите, что надо разъяснять, правильно, молодежи? Потому что это как пластилин, что скажет, кто старше, того и послушает. Поэтому мы стараемся работать, опять же, на упреждения и объяснять молодежи, что такое хорошо, что такое экстремизм. Вот я в жизни бы не поверил, что ваш коллега, он работал в том направлении. Вот весной этого года были очень много разговоров про деструктивную различную группу, группы типа синего кита и так далее, которые вообще не красят наше, конечно, общество. И было очень много возбуждено дел, и до логического завершения они в скором времени доведутся. То есть администраторы вот этих групп смерти и так далее, они свое заслуженное наказание понесут на ее. Но вот с этой точки зрения у нас и в городе как обстановка. Ну, в настоящее время на территории республики возбуждено 4 уголовных дела по статье 110 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все дела находятся в территориальных подразделениях, районных подразделениях. В настоящее время проводятся мероприятия по основлению так называемых администраторов данной группы смерти. Ну, до логического конца, я думаю, доведем, найдем этих лиц. И я могу добавить еще, кроме, конечно, нашего группы смерти так называемой, у нас есть и половые преступления в отношении ничиннолетних, половые неприкосновенности ничиннолетних. Изращенцы, да? Да, которые также проходят через интернет. Буквально за последние 2 года у нас осуществлено 3 командировки за пределы республики Саха-Якутия. И последний раз выезжали в Рязань. Это была переписка с малолетней девочкой, лицо совершеннолетнее с Рязани, где он пересылал и порнографические, ну, фотографии, содержащие порнографию. Возбудили уголовное дело по развратным действиям. В ходе командировки установлено лицо, привлечен к уголовной ответственности. Слушайте, в преддверии выборов я забыл, что есть еще и ответственность за порнографию, и за развратные действия, которые не только в отношении, и вообще, я думаю, что аморализация, скажем так, тех или иных пользователей интернета, это никоим образом их не красит. Товарищи силовики, скажите, пожалуйста, вообще, если даже человек попытался скрыть свою личность и так далее, вероятность того, что это ему удастся, какова? Еще раз резюмирую. В процентах сказать? Да. Ноль. И вы? Так же. Ноль. То есть, любой. Министерство связи может подтвердить данные высказывания, то есть, анонимным он может быть, но все данные при выходе в интернет он, собственно говоря, предоставляет при подключении. То есть, это также на заказательном уровне, то есть, посредством сотового телефона, посредством заключенного договора с оператором связи, посредством той же социальной сети, где он тоже так же регистрируется. А как быть с теми операторами? Единственный момент, что вот я просто к следственным органам, то, что через данную учетную запись, конечно же, может зайти другой человек. Ну, то есть, такое тоже может быть, но это, опять же, дело времени, чтобы найти и, значит... Но это же, получается, из того же, опять же, как Алексей говорит, из ближнего круга того человека, на которого это зарезировано. А можно мне вопрос задать? Да, конечно. Может быть, не очень приятный. Вот я перед этой передачей специально зашел на форум Кому За на ekt.ru. И там просто, ну, все заполнено клеветой, оскорблениями, разжиганием национальной вражды, экстремистскими призывами, там, какие-то украинские там даже националисты регулярно пишут. И, я не знаю, преследуют, наверное, этих людей, там, еще что-то, но эти сообщения никто не удаляет. Никто не удаляет, они висят там, вот я специально смотрю дату, да, там, сутками, двое, сутками, некоторые вообще не удаляются никогда. Если в старые темы зайти, там огромное количество этих сообщений. И я слышу заявление и от руководства компании Саха Интернет, что у них якобы там все удаляется, модерируется, еще что-то. Вот любой может зайти и посмотреть это все наглядно там. Там просто помойка. Майя же сказала, есть кнопочка пожаловать, значит, заявительного-то характера же это. Есть жалобы, а удаляют. Нет жалобы, нет. Так? Нет, в смысле, значит, никто не жалуется, что... Никто не жалуется. Просто всем глубоко фиолетово на то, что висит такого рода шлаг. Иногда такие темы даже могут выйти на основной топ и висеть прямо на основной странице, да, и люди в этот холивар заходят и, значит, все это читают. Не знаю, в Фейсбуке, например, такого нет. Там есть действительно кнопка пожаловаться и можно заблокировать этого человека. Ну, там есть инструменты, чтобы себя защитить. В этой помойке никаких этих рычагов какого-то управления этой ситуацией я не вижу. Там это уже сколько лет это существует, никак это не регулируется. А давай не будем регулировать Камузу и будем сидеть в своем обособленном мире, где я знаю, что ты Алексей Васильев, ты знаешь, что я Дмитрий Аргунов, мы все сообща знаем и Николая Викторовича Гришаева, и Майю Ермолаеву и так далее. То есть анонимом анонимово, да, не анонимом не анонимово. Давай вот такое вот разделение. После деанонимизации твои бизнес-дела, говорят же, в гору пошли, да? Ну, наверное. Нет, я бы просто задавал, почему так происходит? Ну, давай, давай, давай ответ послушаем. Почему так происходит? Что с этим делать? Нет, может быть, это нужно так и оставить, и пусть это продолжается. Или жалобы писать. Вот неравнодушные горожане, которые там, они же пошли лицо раскрасили кому-то. Почему не найдутся неравнодушные горожане, которые просто заскриншотят вот эти вот высказывания, да, и не принесут правоохранительный орган? Вот в целом, да, проблема экстремизма, я считаю, это не только вот правоохранительных органов, то есть МВД, ФСБ, да, это вообще в целом общество проблема. Вот, и поэтому, конечно, если вот вы видите, вот в нашем подразделении, оно очень маленькое само подразделение, всего 16 человек. Вот, если мы будем постоянно в интернете находиться, то мы не будем работать непосредственно вот именно на ту же профилактику работать, понимаете? И если, конечно, у нас есть помощники, которые помогают нам, сообщают вот именно, что обратите внимание, и по телефонному звонку просто. И мы, естественно, пытаемся выходить уже на блогеров и удалять данные, вот эти топы, да, правильно я сказал, Жив? Ну, вот, раз вы видите, раз вы не равнодушны к этому, обращайтесь, пожалуйста. Вот, скажу, тоже крайний пример у нас был, когда один, то есть обратились, они сделали подборку с Джокера, там очень такоплотная подборка, вот именно тоже разжигание межнациональной розни, это все, и принесли в МВД с заявлением, пожалуйста, найдите данного человека. Мы нашли, вот, материал сейчас лежит, конечно, в Следственном комитете, но уже принимают решение, там уже на возбуждение волонного дела, или же, там, ну, согласно закона. Можно вопрос по-другому? Несет ли хозяин сайта ответственность за то, что у него прям публикуется? Да, несет. И вот почему это продолжается столько лет, и никто не закрывает, не ограничивает, никаких мер не принимается по отношению к хозяевам сайта? Вы знаете, я скажу так, что я вас услышал, да, мы вернемся непосредственно вот к этому кому-за, потому что действительно мы маленько упустили. Был период времени, когда мы всех вот этих вот ников, всех пользователей вызывали к себе и разъясняли, что так нельзя. Я буду, например, еще привести комменты на Ньюс ЕКТ, какая-нибудь новость нормальная выходит, там, про жизнь в республике, там, построили новую школу, и там в комментариях начинается какая-то адская вакханалия, там, все украли, все разворовали, там, что-то там это, русские козлы, куты козлы, все плохо, там, вот это вот, любой, 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 любую новость на Ньюс ЕКТ, вы возьмите, зайдите в комментарии, просто уши трубкой закрутятся. И это продолжается уже вот сколько, 20, сколько лет компании Саха Интернет? Ну, много лет. Да, почему это продолжается, и почему мы это все вот должны все эти годы терпеть? Реклама, брат? Так не думаешь? Реклама чего? Ну, чем больше, скажем, пользователей, часть из которых, часть из которых... Чем больше негатива, тем больше... Чем больше пользователей, чем больше читателей, чем, еще раз говорю, вот... Да, вот они этим тоже говорят, что у нас, мы привлекаем этим самым, потому что каждый может высказаться, вот, и вот такую помойку, каждый хочет залезть почему-то. Это как природа, как экосистема, да? Да. Если там волк и убивает какое-то животное, оставляет, да, труп, прилетает, это уже ворона там всякая, да, то есть это как экосистема работает. Без якуты не было бы вся этой дружиха. Вообще, зачем она в якутском интернет-сегменте, почему она, да, поднимается? Потому что там есть анонимность. Если там отключат анонимность, то в разы, в разы уменьшится число пользователей. Аудитория. Да. А вот, Вася, ты ведешь очень большую разъяснительную работу, в том числе с молодежью, да, с очень сложным сегментом нашего общества. Как они вообще вот к тем явлениям хайпа и так далее? Для них же все... Я вообще... В интернете один негатив, то есть демотивация. Там все наоборот. Я хочу, чтобы, используя этот... Это как бы... Пришло такое время, мы... Вообще, наш российский народ жил... Жила очень долгое время отдали друг друга. Мы всегда, даже сейчас, насытившись вот всеми этими новостными лентами, спрашиваем всегда, Тох Солун, как дела? Хотя нам это не... Это уже как бы рефлекторно все это нам осталось на генетическом уровне. Я вообще хочу, видимо, используя вот эту возможность, создавать контент мотивационного характера. А моя мотивация, это быть максимально честным. Я предельно честный постоянно в социальных сетях. Я не занимаюсь текстовыми сообщениями, я делаю голосовые сообщения с музыкальными фоном, без ударных звуков, да? Просто рассказываю свое мнение и отправляю по WhatsApp одному человеку. Потом какое-то время она приходит. Если тема актуальна, тема хорошая, да? Если тему мотивационного действительно характера, то она распространяется. Власий, давай после сразу рекламной паузы. Вот на самом деле реклама наступила и прямо сейчас на канале НВК Саха. Увидимся сразу после. Мы переходим к третьей части программы «Один из нас», в которой круг такой людей говорит об анонимности в интернете. На самом деле, еще раз говорю, сколько бы критичные слова в адрес ЕКТ.ру, все-таки это наше, это родное, это локальное явление, это как Сергей, это как Алас какой-нибудь и так далее. Все мы хотим, чтобы этот Алас и этот Сергей содержались в чистоте, чтобы там всегда праздничные ленты висели и тому подобное. Не было там никаких вот этих деструктивных явлений, демотивационных явлений. Все-таки мы вернемся к мысли власти, которые в рекламной паузе очень трезвые такие для молодого человека. Да. Вообще здесь сидящие гости и работники канала НВК. Есть последнее поколение на земле, которое провело свои молодые студенческие годы в офлайне. То есть у нас не было сотовых телефонов. Я в том числе. Вообще до 91-го года рождения, да, у них, вообще 91-й год это последнее поколение, которое провело студенческие годы в офлайне. А начиная с 92-го года, то есть с появлением сотовых сетей 3G и выходом доступа в интернет и вообще с появлением сайта ВКонтакте, да, началось поколение онлайн. Молодежь собирается, собирается и не общается. Они сидят в мессенджерах. И потом, начиная от этого времени, появился еще Инстаграм, Фейсбук, Ватсап, да, и это просто стало апогеем. Сейчас вообще молодежь собирается и нифига не общается. Ни гитара там, ничего. Ни записочек. Да, сейчас. Раньше, в школьные годы, мне понравилась девушка, допустим, да, нет фотографий. Я просто мысленно, словами рассказываю своим друзьям, какая она красивая, да. Я пишу ей письма, там, две недели, три недели едет, да, потом ответ обратно. А мы еще, когда писали, мы должны ориентироваться, там, через месяц приедет, и в течение месяца что произойдет, и ты должен там написать. Ну, максимально, знаешь, живая была жизнь. А сейчас, вот, в онлайне, вот, девчонки раз в десять в день, там, селфицы с разными фильтрами. И мысли у всех пустые, и хештеги у всех общие. Сейчас пошла такая, нету личности, сейчас все, как бы, повторяют копипастить самих себя. Сейчас даже нету первой любви. Понимаешь, любовь, это, как бы, начало, как бы, семейной жизни, это ответственный период, да. Это самый естественный, который проходили все наши предки, который проходили все мы. И получается, сейчас, ну, как в акте первой любви, да, они делают селфи, там, первые поцелуи, или начали встречаться. Ну, начинают отчитываться, понимаете. И свадьбы у них, ярмарки, тщеславие, да? И все это, все это дело визируется. И это, это ни капли не романтичные, это ни капли не приватные. Это для меня очень такой, в общем, очень скучное, и в золотое время ушло, короче. До территории град прямо. Но, с другой стороны, согласись, что электронная почта, это очень удобно. Ну, вообще, мессенджеры по работе хорошо, с родственниками, которые отдаленно живут, конечно, это хорошо. Но я имею в виду именно поколение, которое сейчас растет. Вот для них пришло очень-очень... Ну, поголовное, конечно, охват, это, вернее, аддикция, так как мы называем, да, зависимость, это всегда плохо. От любого явления, от мороженого ли, да, от сериалов ли. Кто-то там торчит от сериалов, как, скачивает, скачивает, благодаря, там, трекеры почему существуют, кстати. И серию за серией смотрят, 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 смотрят. Кто-то, я не знаю, подсаживается, не знаю, на кройку и шитье. Кто-то там на тортике лепит, да, и так далее, и так далее. Вообще, любая аддикция, любой, скажем так, навязчивые какие-то мысли, будь то направлены на какие-то вообще политического плана, да. Человек же может зациклиться на политические какие-то вещи? Может, абсолютно спокойно. Вот мы не говорим. И вот, смотрите, тут еще аспект такой. Почему я со слов Егора Карпова начал, да. Вот у нас работа с пенсионерами не ведется. Вот те пенсионеры, которые сейчас очень социализируются, выходят на акции протеста и так далее, и так далее. Они где-то в 90-х годах, они видят, вот там объявлен капитализм, рыночные отношения полностью и так далее, и так далее. Там Николаев, Тумусов там где-то сапит. И так далее. Где вот эти лидеры? Они в шоколаде. А что у них? А у них, извиняюсь, дети без работы, да. Ипотека непосильным грузом. И они от этого, я так думаю, какой-то когнитивный диссонанс испытывают все-таки. И что им остается? Протестовать. Все плохие, все вокруг, это самое, нас кинули, нас ограбили и так далее. Никто так не думает. И этим очень успешно манипулируют. И этим очень успешно манипулируют те люди, на которых, которые оседлали волну вот эту. Я не знаю, пусть она жиждется на чем угодно. Давайте ведь быть не дураками, а давайте все-таки быть личностями, быть, я не знаю, не давать манипулировать собой. Майя правильно говорит. Да, ситуация очень опасная, потому что я могу... В Китае, еще раз, пенсионеры, они ездят, путешествуют по миру, да? Я могу это сравнить с тем, как письменность пришла в Якутию в начале 20 века. Люди же не умели, не было грамотности. Один кседу, ван кседу. И вот, когда появилась письменность, все начали писать, и все начали защищать свои права. И, собственно говоря, революция 1917 года-то во многом на этой волне и произошла. То есть появилась газета «Искра», в ней стали писать всякие там, что царь плохой, там, все такое распространять. То есть люди стали вот этой информацией обмениваться, и вот революция произошла. Ну, с одной стороны, это привело к огромным жертвам, а с другой стороны, это мы все-таки... Развитие-то все равно невозможно остановить. И приход всеобщего интернета в 2017 году, это как приход всеобщей грамотности в 1917 году. В 22-м или в 21-м? Ну, всеобщая грамотность, на самом деле, пришла позже, конечно, но чуть-чуть. Но все равно, я не стал бы говорить, что что-то поменялось принципиально. Короче, Ватсап это та же газета «Ленин Соло», которая была в 25-м году, да? По факту. Появление газет, письменности и тому подобное, значительно облегчило вообще все технологии, всю жизнь людей. Благодаря этому появились трактора, там, люди стали учиться, там, я не знаю, там, подешевело все, одежда, там, еда, все, 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 все. Да, точно так же появление интернета ведет к всеобщему изобилию, развитию общества, к огромному количеству положительных вещей. Но есть и негативные моменты, которые все равно будут. То есть, за все надо платить. Просто вопрос в том, что как мы сможем это использовать? Или мы будем в интернете зарабатывать деньги? Для Якутии это огромный коммуникационный, как бы, то есть, инфраструктурный выход в мир. Мы всегда же были территориально отделены от всего остального мира. И благодаря интернету мы сейчас можем продавать свой труд по всему миру. Никогда раньше такой возможности не было у якутского народа на протяжении веков. Сейчас она появилась, и это возможность огромные деньги зарабатывать. Можно это делать, а можно сидеть и заниматься тем, что ругаться между собой, ругать, там, своего Эльдархана, там, еще что-то, да, и заниматься деструктивным каким-то саморазрушением заниматься. Василий прав, это, в любом деле, есть эволюция, да? Я, вначале же он рассказал, да, мне нужно было отклик, то есть хайп сделать, да? Потом мне это надоело, и мне получилось на монетизацию. Сейчас очень-очень много пабликов в Инстаграме есть, которые собирают от 10, 20, 50, 100 тысяч подписчиков, да? Они среди нас, они неналагооблажаемые, получается, люди, да? Ну, как предприниматели, да? Но они монетизируют. Я знаю, что есть паблик, девушка, да? Она зарабатывает в день 35 тысяч рублей, в день 35 тысяч рублей за репосты. Она просто делает то, что не хватает в интернете. Она делает мотивацию, мотивационного характера паблик. Я вообще желаю, чтобы каждый человек, да, эволюционировал, то есть трезво осознавал пользу интернета, да, как надо пользоваться, составил дорожную карту, и чтобы он сделал хороший контент, и чтобы этим делом он монетизировал. Вот это эволюция, вот это правильно, да? Это то, что мы все должны прийти. Отличные слова, которые просто взяли и проиллюстрировали мои, скажем так, мысли и убеждения, которые я в основу вот всей вот этой передачи как завершающей еще раз. Мы начинали как полигон для обмена интернет-мнениями, да? И мы завершаем, мы завершаем цикл программ «Один из нас» как неким таким прикрестным явлением, которым мы ставим совершенно четкие маячки. Анонимности в интернете нет, лучше вести себя этично, лучше заниматься какими-то конструктивными вещами. В период, когда идет и виток федерализации, и различного рода выборные процессы, политические процессы, лучше не подставляться, потому что, еще раз говорю, наши семьи – это наши семьи. Никто, вот как девушка из Таты, которую засудили по статье «Экстремизм», да, никто там не стал считаться, что у нее трое детей там и так далее, и так далее. Наши семьи – это наши. Давайте об этом помнить всем. И еще раз говорю, не давайте собой манипулировать. Кому-то выгодно, чтобы мы вели себя так или иначе. Ответственность должна быть. Ответственность обязательно должна быть не только за себя, не только за свои слова, но еще и за своих детей, своих близких, родных, знакомых и так далее. Еще раз говорю, этичность – это на самом деле основа всего того, что мы… Если в основе будет этичность, интернет будет приносить только радость. Хорошие покупки, реализацию, самореализацию, творческие какие-то процессы и так далее. И роль государства тоже должна быть некая, да, создание позитивного имиджа, значит, да, какой-то политики, допустим, да, которая позиционирует хорошие, позитивные новости, допустим, да. Ну, мне кажется, это мое личное мнение. Министерство счастья на самом деле не выход. Хорошо, у нас буквально секунды остаются. Еще раз говорю, в новом сезоне вы увидите меня в новом качестве. И торжественно объявляю цикл программ «Один из нас», объявляю закрытым с темой анонимность в интернете, которую мы сначили из интернета и мы завершаем интернет. Увидимся в другом качестве. Продолжение следует...